История групповой работы и, соответственно, групповой анализ. Ну, пожалуй, начну я с истории групповой работы. Сам термин пришёл в терапевтическую практику недавно. С другой стороны, безусловно, он имел в своей основе довольно известные подходы. В частности, это Джозеф Пратт, врач из Бостона, которого, в принципе, называют отцом групповой терапии. В начале прошлого века он стал собирать вместе больных туберкулёзом для того, чтобы рассказывать им вместе о медицинской стороне туберкулёза. А там ему удалось создать некий климат, который позволял пациентам оказывать друг другу поддержку, определённую поддержку. Вообще, безусловно, это немножко напоминает практику Михаила Яковлевича Мудрового, который в конце позапрошлого века как раз создавал в Московской губернии общество чайпитников, где работал с запойными пьяницами и постепенно формировал у них также некоторое групповое взаимодействие с точки зрения того, что они постепенно меняли свои привычки на более целесообразные. Здесь я всегда шучу, что у нас так складывается, что люди всегда очень многие вещи доводят до абсурда. И в частности, в скором времени появится, уже в 20 веке появится такое понятие, как чефир, то есть очень крепкий чай. Ну, по поводу Джозефа Фратта я сказал, кто ещё. Сигидон Фройд, он никогда не работал с группами, но он понимал значение группового феномена, и его работы, такие как массовая психология анализа человеческого я или тотем и табу, здесь как раз связаны. То есть Фрейд не практиковал психоанализы групповой психотерапии, но некоторые психоаналитики, некоторые его ученики, как раз предпринимали некоторые попытки применения психоанализа в терапевтических группах. И поэтому в англоязычных странах, почему-то в Англии преимущественно, именно как раз под названием групп анализа появились ряд моделей групповой психоаналитической психотерапии. Ну, кто ещё с этим был связан? Это Альфред Адлер. Он вообще считал, что важно учитывать социальный фактор в терапии и использовать групповой формат в работе с детьми, ну и в том числе людьми с аддикциями. Но вообще употребление термина групп анализ впервые было связано с Трайдженом Барроу. Это создатель американской психоаналитической ассоциации, который психоаналитик. Заинтересовался используемой групповой формы психотерапии и постарался применить этот метод в группе. Свой метод, свой подход в 1925 году он назвал групп анализом или групповым анализом. Поэтому с Трайдженом Барроу как раз очень многое началось. А в 20-е годы он отказывается от психоаналитической кушетки и старается преодолеть некоторые ограничения индивидуального психоанализа, начинает практиковать как раз анализ внутри группы. Согласно Барроу, внутри группы есть очень важные особенности. Невроз имеет в первую очередь не внутреннюю, но социальную природу и может быть проанализирован только в социуме. А задачи психоаналитического исследования он видит как создание специфической ситуации групповой, где очень многие особенности человека могут не только проявляться, но и в некотором плане меняться. Вообще Трайдженом Барроу называли вдохновителем группы аналитической работы. Но с 20-х годов практически по 40-е идеи Барроу оказались преданы забвению и только через несколько времени оказались более задействованы. Вот Барроу, допустим, обращал внимание на то, что сопротивление или перенос присущи не только при работе клиент-психоаналитик, но и работе в группе. То есть это не только индивидуальная терапия, но и групповая терапия. Мало того, групповая терапия, согласно Трайджену Барроу, обладает следующими особенностями. То есть здесь она позволяет пациенту, во-первых, увидеть, что его проблемы не уникальны, и получить поддержку других участников. Вот в результате сопротивление понижается у клиента и возрастает открытость к новому и даже к чему-то незнакомому. И в данном случае этот анализ довольно активно стал развиваться. Безусловно, большим толчком к развитию групповой терапии, группы анализа послужила Вторая мировая война. Почему? Потому что огромное количество людей, которые нуждались в психологической помощи, нуждались в нормальной социализации после военных действий. И, естественно, здесь было довольно важно найти некоторые новые модели и структуры. И вот поэтому как раз и более актуальным явилась идея, которую предложил сначала систематизировать, а после этого уже именно реализовать в практике такой довольно интересный психолог немецко-американского происхождения, как Фолкус или, как иногда я называю, Фолькес. Но я буду его и так, и так называть. То есть в зависимости от того, немецкий или английский язык, мы его можем менять. Фолькес или Фолкс. Вот иногда я его очень называю Фолкус. Вот Фолкус, правильно сказать, Зигмунд Фолкус, Фолкус предложил такую интересную идею, как концепция групповой матрицы. Ну, о ней мы сегодня еще будем говорить. Также, кто был связан с группоанализом, с групповой терапией? Безусловно, это Курт Левин с сотоварищей. Это теория поля. И я уже в некоторых своих лекциях говорил, что идеи Курта Левина во многом помогли для широкомасштабного исследования группового процесса. Но кроме того, для групповой терапии многое сделали такие психологи, как Елом, Стоун и так далее. Но давайте все-таки ближе к группоанализу. Итак, первое. Какие проблемы можно решать при помощи группового анализа? Первое. Это проблемы, связанные с представлением о себе. Сюда относится низкая самооценка. Отсутствие четкого представления о своей идентичности. Или отсутствие четкого представления о смысле и направлении собственной жизни. Ну, если вы сейчас внимательно присмотритесь к современной клиентуре, вы поймете это очень часто. Второе. Это такие симптомы, как тревожность, депрессия, соматизация, трудности в учебе или на работе, неумение справляться со стрессом, сексуальные нарушения. Также сюда относятся эмоциональные проблемы. Это отсутствие способности понимать собственные чувства, невозможность их выражать, неумение управлять собственными эмоциями. Ну, в данном случае это подверженность настроенческим каким-то перепадам больше, нежели чем эмоциям. Это обсессивность, ну, некое наваждение, когда присутствует некоторая ригидность с одной стороны, а с другой стороны, сдерживание чувств. Это проблемы межличностного функционирования, то есть это неспособность к установлению близких отношений, трудности в групповых ситуациях или межличностные конфликты. Вот в данном случае, если внимательно посмотреть, данная проблематика вообще во многом касается очень многих современных людей. и, естественно, группа-анализ в данном случае оказывается весьма и весьма уместен. Вот сегодня мы уже немножко с вами общались на тему нарративной психотерапии, как одного из относительно, ну, совсем юных направлений психотерапии, который сам по себе идет, и, скорее, более в новое понимание, именно постмодернистское понимание происходящего, но для нас важнее немножко иное, что, вот, допустим, группа-анализ все-таки, наверное, более классический. Вот сегодня мы будем рассматривать, чем же он отличается, допустим, от классического психоанализа, но в первую очередь групповой анализ или группа-анализ также оказывается крайне и крайне задействован в настоящее время. Ну, давайте все-таки начнем, наверное, с человека, которому удалось, ну, посчастливилось, удалось именно классифицировать те подходы к групповому анализу, которые до него были уже предложены, о которых я сейчас буквально вкратце постарался немножко рассказать. Ну, итак, Фолькес, Фолкс, Зигмунд, Хайнрих. Повторюсь, мы можем называть его на немецкий манер Фолькес, можем называть Фолкс или Фолкс. То есть, вот в данном случае есть разночтение, надо к ним привыкать, так же, как Киркегор или Киркегард. Да, мы помним, что это, в принципе, одно фамилия. То же самое, как иногда меня спрашивают, почему я говорю Фройд. Да, потому что Фройд и Фрейд. Да, у нас принято называть его Фрейд, но вообще он Фройд. То же самое, Фолькес или Фолкс. Так как он был немцем, а потом поменял гражданство и стал американцем, и стал Фолксом, то мы можем называть его и Фолькесом, и Фолксом. И так, и так. Или Фолксом, иногда его так же еще увеличают. Итак, немец. Родился во Франкфурте. Обучался во Франкфуртском университете у Гольштайна. Психоанализу обучался в Вене и Франкфурте. В Вене и Франкфурте изучал психиатрию в Гальденберге, в Мюнхене, в Берлине. Его учителями были Крепелин, Эмиль Крепелин, тот самый, да, Бергман. И важно то, что, получив медицинское образование, Фолькес проводит практически два года в Неврологическом институте во Франкфурте, которым руководит Гольштайн. Больштайна вообще оказал на Фолькса большое влияние. И особенно Фолькса привлекали идеи о целостной реализации организма на травму у пациента с поражением мозга, а также положение гешталь-психологии в отношениях фигуры и фона. Надо сказать, что когда Фолькс переехал в Вену для изучения психоанализа, его психоаналитиком была Хелен Дойч. Он участвовал в семинаре, где встречались молодые психоаналитики, и он общался с Великимом Райхом. Были пересечения. Общался с Эриком Фромом в институте психоанализа во Франкфурте. То есть здесь были, безусловно, очень интересные профессиональные контакты. Но всё-таки для нас более важно то, что Фолькс старается также взаимодействовать со своим и коллегой, и другом, социологом Норбертом Элиэсом. И берёт от него замечательную идею, что первичная социализация индивида и его потребности принадлежать группе, и его привязанность к трансперсональной культурной матрице оказывает превалирующее влияние на психику человека. Естественно, после 1933 года, когда Гитлер приходит к власти в Германии, по приглашению Эрнеста Джонса, Фолькс отправляется в Лондон, через Париж, где поселяется в Англии, где проживает со своей женой Эрной, у них трое детей. Он продолжает работать в качестве тренинг-аналитика. Но для того, чтобы работать в Великобритании в качестве тренинг-аналитика, ему нужно получить британское медицинское образование и членство в британском психоаналитическом обществе. Опять помогает его друг Эрнест Джонс. Итак, в 1939 году Фолькс становится психоаналитиком в большой психиатрической практике и руководит первой группой аналитической психотерапии. Вот с этого начинаются самые интересные моменты в его биографии. В 1940 году, осенью, он призван в армию. Именно ему приходит в голову задавать вопросы его подчиненным, которые собираются в зале ожидания, по поводу свободных ассоциаций, которые приходят им в голову, когда они все вместе. Во время Второй мировой войны Фолькс работает психиатром в британском военном госпитале и, в принципе, впервые в истории современной психотерапии начинает применять психодинамический подход для всего госпиталя. То есть, он всю структуру госпиталя включает в свой психодинамический подход. Ну, сейчас я более подробно расскажу, что же там было любопытного. Вот эти принципы, которые начинают использовать в госпитале, связаны, во-первых, с самоуправлением, частичным самоуправлением, во-вторых, с дискуссионными группами для персонала, а также психотерапевтическими группами для пациентов. Вот этот опыт Фолькс описывает в своей книге «Введение в групповую и аналитическую психотерапию». Ну, давайте рассмотрим основные положения, к которым он там приходит, как раз вот в период Второй мировой войны. Первое. Госпиталя, кстати, здесь я прошу обратить внимание, не обязательно госпиталь. Здесь мы можем взять, в принципе, любую структуру, это даже ВУЗ может быть, вполне. И не обязательно только ВУЗ. Итак, первое. Госпиталь должен функционировать как терапевтическое общество. Его организация и деятельность должны отвечать основной задаче – восстановление здоровья больных людей. В плане института не здоровье больных людей в первую очередь ставится, но реализация некоторых задач, которые ставятся перед институтом. Но, с другой стороны, очень похоже. Второе. Сам госпиталь, как организация, может заболеть. То есть, перестать выполнять свои определенные задачи, и тогда он становится нуждающимся в лечении. И вот здесь как раз Фолкс формулирует основные положения групповой аналитической терапии. Давайте их, опять же, рассмотрим. Первое положение. Суть человека социальна, а не индивидуальна. Ну, признаться, для нас это не новость. Потому что мы знаем, да, в Европе, в качестве аналогии просто приведу пример, в истории Европы, все-таки в основе ее лежало развитие индивидуальности. А в истории России – соборность. Вот, допустим, у нас понятие дворянская честь относительно недавнее приобретение. Как и вообще понятие честь. А вот в Европе это было крайне-крайне значимо. То есть, европейцы более оказываются индивидуалистичны, нежели чем русские. Вот Фолкс приходит к тому, что каждый человек связан с миром, в котором он живет. То есть, это общество, группа, часть которой он является. И, в принципе, нельзя противопоставлять внутреннее и внешнее. Нельзя противопоставлять человека и общество, тело и сознание. Нельзя противопоставлять фантазию и реальность. Такое разделение искусственно. Человек – это часть социальной системы. И изолировано рассматривать его от других нельзя. Так же, как нельзя, допустим, вытащить рыбу из воды и требовать от нее, чтобы она жила. Второе. Невротическая позиция по своей природе очень глубоко индивидуалистична. И она, в принципе, стремится разрушить группу, так как является результатом несовместимости человека с его первичной группой. Третье. Невротический симптом – это искаженное выражение конфликтов пациента, которые никогда не были четко сформулированы. И поэтому, в принципе, они недоступны для памяти или вербального выражения. Вот это важно. Смотрите. Невротический синдром никогда четко не сформулирован. И поэтому недоступен для памяти или вербального выражения. Поэтому с помощью симптома человек обычно сообщает о своих бессознательных конфликтах, которые для него, оказывается, крайне важны. А освобождение от симптомов не наступает, пока пациент не обучается выражать их в доступной для понимания других людей форме. И другие могут понять этого человека только тогда, если его энергия, которая вкладывает в свой симптом, эта энергия, можно уподобить либидо, будет преобразована в что-то равнозначное и подлежащее адекватному обмену в социуме. Четвертое. Изучить человека можно только внутри его естественной группы. То есть обязательно нужно изучать семью пациента. Психиатр, который анализирует жизнь пациента группы, обнаруживает, что проблема больного – это всего лишь часть сложных взаимоотношений, проблема всей группы. И поэтому можно наблюдать разные совершенно стороны или линии личности пациента, которые имеют прямое отношение с взаимосвязями в межличностных отношениях в семье. То есть, иными словами, психические нарушения возникают в процессе общения. И это не порождение индивидуального человека, это порождение социума. И решать их можно только в социуме. Пятое. В ситуации нарушения могут быть и определены, и отслежены воздействия на динамические процессы в группе. Ну, допустим, когда пациентка нарушает молчание в отсутствии психиатра, это может проявляться некоторым препятствием к тому, чтобы она говорила. Но если она может разговаривать наедине с ним, то ее проблема заключается в том, что она не может делить то, что она может рассказать психиатру другим людям. Следующее. Основная цель психотерапии – это инсайт и приспособление. Ну, Фолкс считает, что между инсайтом и приспособлением есть прямая связь. Инсайт способствует приспособлению, а приспособление облегчает инсайт. А Фолкс открывает основной закон групповой динамики. Что это за закон? Важнейшей причиной, по которой пациенты, страдающие неврозами, могут подкреплять нормальные реакции друг друга, а также преодолевать и исправлять невротические реакции друг друга, является то, что совместно они представляют собой ту самую норму, от которой каждый из них по отдельности отклоняется. Ну, не прелесть. Смотрите. Важной причиной, по которой пациенты, страдающие неврозами, могут подкреплять нормальные реакции друг друга, является то, что они представляют собой ту самую норму, от которой каждый из них по отдельности отклоняется. Вместе они норма, а по отдельности отклоняются. Была древнеримская максимума. Римляне по отдельности умные, а все вместе стат баранов. Да, вот очень похоже. Дальше. Основная задача психотерапевта – это обеспечить активное участие членов группы в групповом взаимодействии. То есть, в данном случае он действует как слуга группы, психотерапевт не тащит группу, и его задача – освободить группу от зависимости от психотерапевта. То есть, группа должна работать как отдельный организм. Ну, возвращаемся к биографии Фолкса. Итак, в 1942 году он получает звание майора в военном центре неврозов в Нортфельде и принимает участие в разработке некоторых инновационных методов лечения, которые основаны на работе с группами. По окончании войны он продолжает использовать групповую работу в своей практике. А именно он совмещает работу в госпитале с частной практикой, консультирует психотерапевтом в больнице модели в Лондоне и организует психотерапевтическое амбулаторное отделение, в котором выступает в качестве супервизора. Также он создаёт общество группового анализа, в котором постепенно также старается систематизировать и анализировать свои наблюдения за групповыми моделями поведения людей. И, в частности, он приходит к следующим выводам, что отношения между членами группы развиваются в той атмосфере, где поведение не имеет отрицательных последствий. Что специфической характеристикой аналитической группы является то, что группа составляет приблизительно 7-8 пациентов на одного психотерапевта, и это оптимально для того, чтобы терапевт мог наблюдать реакции пациентов в социальном контексте. Что личности участников группы проявляются через взаимодействие друг с другом. И особое внимание Фолкс начинает уделять бессознательным аспектам духовной жизни в группе. Также он говорил о том, что психотерапевтический процесс включает в себя связь, неразрывную связь с процессом общения. Он выделил 4 уровня общения в группе. Это обязательно зафиксируйте. 4 уровня общения в группе. Первый уровень называется уровень текущих событий. К ним относятся рассказы о своей жизненной ситуации. Это происходящее здесь и теперь в группе. И в частности сюда же относятся восприятие психотерапевта как авторитетного персонажа в группе. В уровень текущих событий. Второе. Это уровень переноса. Уровень переноса. Это отношения и взаимодействия членов группы в свете взаимных переносов. Обратите внимание, в психоанализе перенос может быть только в отношении пациента на психотерапевта. Или контрперенос, что обратное. Вот психотерапевта на пациента. А здесь уровень переноса – это отношения и взаимодействия членов группы в свете взаимных переносов. В качестве группы, согласно Фолксу, могут выступать семья, члены семьи, братья, сёстры и так далее. А психотерапевт может выступать в роли, такой сакральной роли отца или матери. Третий уровень – это уровень телесных или психических образов. Но он более примитивный. На нём участники могут выражать свои бессознательные элементы и бессознательные элементы друг друга. Фолкс писал, что вся группа в целом символически представляет собой мать, а образ тела может быть отражён и представлен группой и её членами. Ну и четвёртый уровень – это так называемый первичный уровень. Здесь Фолкс пишет «меньше всего». Согласно его определению, это уровень, на котором возникают первичные образы в соответствии с теорией Фрейда. Или с представлениями Юнга о коллективном бессознательном. То есть, это то, что первично, но не всегда полностью можно его описать. Но очень важный момент, что группа – это нечто большее, чем сумма составляющих её членов. Что же такое группа? Там, где появляется группа людей, возникает понятие, которое называется «групповая душа». Групповая душа. Или, как Фолкс постепенно начинает называть её, групповая матрица. Групповая матрица – это некая коммуникационная сеть, которая, с одной стороны, межличностна, с другой стороны, трансличностна, и с третьей стороны, надличностна. Меж-, транс- и надличностна. То есть, каждый участник группы, можно его уподобить, наверное, нейронам в головном мозге. И по факту аналитическая группа постепенно начинает воссоздавать матрицу, в которой личность развивается. Зачем же вообще нужна группа? Ну, во-первых, в группе воспроизводятся основные проблемы социальной жизни. Это отношение человека с другими людьми. Отношение человека с другими людьми. И отношение человека с группой в целом. Эти проблемы можно уподобить проблемам ребёнка, которые налаживают определённые отношения с окружающим миром, с матерью, с человеком, с символом и так далее. То есть, действительно, группа как отдельный социальный организм. Вот, Фолс также особое внимание в своём подходе уделяет роли психотерапевта. Кто он такой в группе? Согласно нему, психотерапевт в группе занимает три ипостась. Первая ипостась. Какой он есть на самом деле? То есть, здесь личность психотерапевта играет очень существенную роль. Не важно, что он говорит, важно, что он делает, важно, каков он есть. Насколько он уверен в себе. Вот, очень важно, чтобы он был компетентным, чтобы он был адекватным. Это и называется то, что психотерапевт является таковым, какой он есть на самом деле. Второе. Это то, что он репрезентует. То есть, в данном случае получается, что психотерапевт – это объект переноса как для отдельного пациента, так и для всей группы. Что же должен репрезентовать психотерапевт? В первую очередь, это любовь к истине. Принципы уважения, которые лежат в основе групповой психотерапии. Ну и третье ипостась – что психотерапевт делает. В данном случае он внедряет и поддерживает аналитическую атмосферу. То есть, слушает, принимает, воспринимает. Иногда становится активным лидером группы. Иногда перестает им быть. Иногда начинает интерпретировать. То есть, роли его несколько меняются. Здесь нет единой статичной роли. Допустим, у Фройда есть четкое определение. Психоаналитик – это больше роль оракула. А вот в данном случае, по Фолксу, складывается так, что ведущий психотерапевт, он в принципе может эти роли менять в зависимости от состояния группы. И вообще Фолкс говорил, что единой роли или единой методики для психотерапевта не существует. Но психотерапевт должен очень четко понимать, что же конкретно он хочет от группы. Вот это вот очень важно. Ну что, в лондонском институте психоаналитическая группа признает Фолкса обучающим аналитикам. Его назначают в больнице Святого Варфоломея в Лондоне, где он работает до выхода на пензию в 1963 году. Где он, в принципе, продолжает работать в плане индивидуального психоанализа и группового анализа. Какие его основные темы? Это неврология, психиатрия, социология, психология. Для друзей Фолкс называл себя Майкл. Его опыт оказался достаточно актуализирован для современного европейского общества, и фамилия его довольно известна в Европе. Фолкс вообще считал, что группа лежит в основе человеческого бытия, и групповой анализ во многом объясняет специфику отношений человека с внешним миром, специфику его взаимоотношений, диалога, обмена с внешним миром. То есть, здесь, безусловно, это оказывается весьма и весьма задействовано. Умер Фолкс тоже очень красиво. Это случилось в 1976 году. Фолксу было 77 лет. Умирает он во время семинара от коронарного тромбоза. Достаточно внезапно. Вот, если вкратце разбирать как раз то, что было связано с биографией Фолкса. Пишем, во-первых, работу Фолкса, которую, действительно, я вам во многом бы рекомендовал, если идея групповой работы для вас будет актуальней. Итак, во-первых, это такая книга Фолкса, которая называется «Группо-аналитическая психотерапия. Метод и принципы». То есть, суть здесь в ВСХ следующем. Как группа сама по себе может приносить пользу. И как отдельная индивидуальность может развивать собственную личность в группе. Ну, вот, сама по себе идея довольно интересная. Еще одна книга, но у него книжки, как правило, я говорил, что он очень многие подходы старался синтезировать, объединять. И, действительно, я не могу сказать, что это полностью его идея, как практика, да, а вот как теоретика, безусловно, он взял многое. В основу, вот, одна из книг «Групповая психотерапия. Двоеточие. Психо-аналитический подход». Вообще, это ключевая книга по групповой психотерапии. Именно психо-аналитической групповой психотерапии. Еще одна книга «Избранные труды. Психо-аналис и групповой анализ». Введение в группо-аналитическую психотерапию. Терапевтический групповой анализ и так далее. То есть, здесь варьируется несколько названий. Важно немножко другое, что в этих книгах он постарался во многом более подробно объяснить базовые подходы к работе группового анализа. Пойдем дальше. Итак, основные положения концепции Фолкса. Он же Фукс, он же Фолькес. Я говорил в прошлый раз, что он в целом, ну, фамилии мы можем читать вот на разных языках. Она немножко по-разному звучит, страшного, ничего нет. Фукс, Фолкс, Фолькес. Итак, первое. Основные положения концепта Фолкса. Биологической единицей, основной биологической единицей является индивидуальный организм. То есть, индивидуальный организм – это биологическая единица. А психологической единицей является группа. Психологической единицей является группа. И, соответственно, каждый человек оказывается определен своей семейной группой и обществом, как некой социальной сетью. Вот обратите внимание, идея социальной сети появилась гораздо раньше, чем появился интернет. То есть, под социальной сетью Фолкс понимал немножко другое. То есть, это то, что объединяет нас в общности людей, в которых мы в той или иной степени существуем. И вот получается так, что индивид оказывается опутан этой социальной сетью. И она состоит из трансперсональных процессов, то есть, межличностных процессов, которые происходят и составляют суть самого человека. Здесь, безусловно, это очень напоминает мне определение, которое когда-то давал любимый мною Уильям Джемс. Личность – это столько людей, со сколькими я общался в своей жизни. То есть, получается, в принципе, весьма-весьма созвучно. Джемсу – положение Фолкса. Соответственно, язык, который каждый индивид воспринимает как личные мысли, в действительности разделяется целой группой. Причем большой группой. То есть, мы с вами сейчас говорим на том языке, на котором мы, собственно, и думаем. Ну, преимущественно на этом языке мы думаем. И, соответственно, зачем это нужно по Фолксу? Это необходимо для того, чтобы адаптироваться для выживания и для коммуникации. Чтобы нам было проще понимать друг друга. Отсюда Фолкс объясняет так. Существует культура, существует культура как социально-психологическая сеть. Социально-психологическая сеть, в которой человек существует, но ее особо не осознает. Он в этой культуре находится как в некой атмосфере. И, в принципе, с этой атмосферой можно уподобить, наверное, наше дыхание. Вот мы дышим воздухом, мы особо его не осознаем. Но помните, у Бутусова песня «Дыхание» называется, да? Она немножко странноватая. «Слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание». Но в данном случае очень важно, что оказывается, как только человек лишается привычной для себя культуры, привычной для себя сферы, привычной для себя атмосферы, он начинает чувствовать небезопасность и отсутствие идентичности. Вот особенно это сказывается, допустим, когда человек оказывается в иной исторической, революционной формации. Если мы вспомним события, которые случились в феврале 17-го, в октябре 17-го прошлого века в России, то в целом мы столкнемся с тем, что общество другой формации формироваться стало. Причем оно формировалось сразу по нескольким направлениям. Было несколько вариаций развития будущего общества. То же самое мы с вами видели и в 89-м-93-м, когда постепенно, опять же, общество начинало становиться обществом другой формации. И там мы отчетливо фиксировали, что нам не хватает некого воздуха, не хватает безопасности, не хватает ощущения самоидентичности. Вот ваше поколение столкнулось как раз с тем, что вы уже в новой атмосфере и родились, росли. Но оказалось так, что в принципе в любом случае по состоянию ваших родителей вы чувствовали, что в принципе общество, которое только создано, только-только стало как бы условно зарождаться в 90-е годы, оно ощущение безопасности толком не давало. Ну, вопрос, дает ли современное общество ощущение безопасности, тоже вопрос спорный. Здесь можно дискутировать, но давайте не будем туда уходить, возвращаясь к фокусу. Вот, смотрите, второй пример, когда человек начинает чувствовать, что он лишается этой атмосферы, лишается этой атмосферы, когда человек эмигрирует. В случае эмиграции он сталкивается с тем, что он тоже оказывается лишён основного ощущения безопасности, идентичности. И для того, чтобы выжить в новых условиях, он должен заново адаптировать себя к новым некоторым традициям, нормам, языку, правилам, законам и так далее. Это не так просто, как кажется. Хотя некоторые делают с точностью до наоборот и, в принципе, даже и не хотят адаптироваться к новой культуре. То, что мы периодически можем увидеть, допустим, у хасидов в Нью-Йорке, да, как вариант. Или, опять же, если берём Нью-Йорк, то же самый несчастный Брайтон, где, ну, согласно некоторым легендам, некоторые и вообще английский не учат, потому что он им не нужен. Я в Москве общался, у меня был такой знакомец из Британии, звали его Дэйв, Дэвид, Давид. Дэйв, проживая в Москве несколько лет, принципиально не учил русский язык, считая, что ему это не нужно. Вот специфический такой молодой человек был. Ну, слава богу, вот мы как-то с ним общий язык постепенно нашли, хотя у меня вот такое отношение не сильно нравилось, не сильно импонировало. Так, Кать, а где вы выслали заявку на группу? Я как-то не вижу её. Сейчас я проверю ещё раз, минуточку. Вот, увидел, всё хорошо. Значит так, теперь идём дальше. Следующее положение Фолкса, на самом деле они очень интересные. Значит, смотрите, как я уже сказал, суть человека социально. Следующее положение. Невротическая позиция, невротическая позиция обычно приводит к конфликту человека из-за того, что он становится более индивидуалистичным, иными словами. Попытка оторваться от социума приводит к неврозу. Помните, в «Двенадцати стульях» в одной из версий этого замечательного романа, в одной из версий фильма, как раз киса Воробьянина в экспериментальном театре, находясь на... Смотревая, как бы, спектакль «Ревизор», видит на сцене искомый стул, не удерживается и бросается навстречу стулу, но не замечает оркестровой ямы и падает в неё. И как раз сидят два театральных критика и обсуждают, как символично интеллигенция, а киса Воробьянина была одета как интеллигент в галстуке, в костюме, как символично интеллигенция отрывается от народа и падает в пропасть. Вот приблизительно это по Фолксу. Иными словами, киса Воробьянина решил оторваться от зрительного зала и впасть в индивидуалистичность. И отсюда стал невротиком. Ну, согласно Фолксу, так бы это выглядело. Вот, соответственно, для того, чтобы освободиться от невротических симптомов, необходимо научиться выражать свои мысли, понятно, для других. Ага, давайте подумаем с вами, а у нас некоторые политики умеют выражать свои мысли, понятно, для других. Вопрос тогда, а как они стали политиками? Ну, вспоминайте, допустим, Виктор Степанович Черномырдин, да? Человек, безусловно, гениальный, автор множества очень странных фраз, которые стали, ну, на мой взгляд, золотым фондом нашего языка. Хотели, как лучше получилось, как всегда, никогда не было. И тут опять такие парадоксы. Это парадоксальный политик был, который, ну, во многом определял суть русского менталитета. Но навряд ли он сам полностью осознавал то, что он говорит. Ну, помните, как он говорил? Потому что не пойдет Черномырдин, потому что он отсюда и до тех пор. Вот как-то и все. И даже ничего больше говорить не хочется. Вот, в принципе, если человек выражает свои мысли непонятно для других, он отрывается от группы. Еще один пример – канал телевизионной РБК. Еще несколько лет назад этот канал позволял себе транслировать экономические, ну, новости экономики, где экономисты выступали для экономистов. И общались с миром на неком птичьем языке, который был абсолютно никому не понятен. Самое знакомое слово было волатильность. Все остальное было абсолютно ни о чем, потому что, в принципе, вы смотрели и понимали, что это иная форма жизни. То есть, вот смотрите, когда человек начинает углубляться в сугубо какие-то малые группы, постепенно он начинает отрываться от социума, и, соответственно, в некотором плане он становится более невротичным. И, соответственно, что предлагает Фолкс? Фолкс. Группа под руководством терапевта может выработать более честные способы коммуникации, так, чтобы человек мог коммуницировать понятно с другими людьми. И отсюда Фолкс разрабатывает основной принцип групповой динамики, или основной закона, вот так же можно назвать. Вот смотрите, группа лечит, потому что в целом она является эталоном нормы. Я вчера, кстати, об этом говорил. Группа лечит, потому что она является эталоном нормы, от которого каждый человек в отдельности отклоняется. То есть, вместе мы норма, а по отдельности мы не норма. И, значит, лечить можно только в норме. А какова же цель вообще работы для психотерапевта? Она достаточно важна. Это самоактуализация. Самоактуализация. При этом психотерапевт не должен менять пациента согласно собственным представлениям. Допустим, как должен выглядеть нормальный человек вспоминать те школы, как обычно учителя младшеклассников призывают к совести. Посмотри на себя, да, и так далее. Как ты одеваешься, на кого ты похож, и так далее. Чуть позже, когда у младшеклассников уже вырастают усы и борода, у них появляются такие приспособления, называются жены, которые начинают их так же пилить. Посмотри на себя и так далее. Да, очень похоже всё. Вот в данном случае просто надо прекрасно понимать, что вот это непродуктивно по Фолксу. То есть, попытка кого-то призвать к совести бессмысленна в силу того, что это только наше понимание. Помните, вчера мы с вами обсуждали Уайта? И вот у Уайта есть очень хорошая идея. То, что кажется вам, что это справедливо, это только вам кажется, что справедливо. И кажется только сейчас. А через несколько времени это совсем так может и не быть. И, допустим, вчерашний наш с вами любимец Грегорий Бейтсон, кстати, я его уже выложил на канале, как раз об этом тоже и говорил. Что, собственно, не бывает единственная линия развития событий. Там, где мы видим, что вот это хорошо, а это плохо, это крайне условное определение в жизни человека. И то, что хорошо сейчас, может быть плохим через несколько времени, равно как и наоборот. Ну, все-таки, значит, смотрите, что же должен делать терапевт. Ну, во-первых, он должен полагаться следующим правилом. Пациент сам должен в группе освободиться от тех сил, которые вредят его развитию. То есть, включаясь в группу, он постепенно сам начинает к ней адаптироваться. Хорошо. Ну, допустим, человек аутичный, невротического плана человек, допустим, да, варианты возьмем, приходит в группу, и в группе он особо контактировать не может, потому что не умеет. Как же он там будет дальше себя вести? Вообще-то, он начнет дальше обособляться. Он будет больше закрываться и даже, может быть, пугаться. Ну, представьте, шизоид в группу пришел. Что он будет делать? Общаться с группой? Если шизоид в группе будет общаться, группа его, ну, может, конечно, понять, но вероятность того, что она его поймет, немного странно. Но представьте, Гоголь-Весельчак в группе, да? Вот Гоголь пришел, или Достоевский-Весельчак. Вот он пришел в группу, и группа сразу развеселилась, стала танцевать, петь песни. Ребята, надо меньше курить. Вот. Вы прекрасно понимаете, что здесь что-то не так происходит. И вот это вот очень важно. Как же группа будет реагировать? Вот Фукс, Фолкс, Фолькис, нам что он предлагает? Первое. Для начала нам нужно рассмотреть некоторую этиологию проблемы. Этиология, ну, причина возникновения этой проблемы связана с первичной группой, где все это происходит. Это семья. И в родительской семье у этого человека нарушена коммуникация. А там, где в семье нарушается коммуникация, человек не способен вербально выражать свои мысли, выражать свою природу. Потому что получается так, что человек в такой семье становится более аутистичен. Он будет что-то бормотать себе под нос. Но не будет понятно выражаться. Ну, типичный шизоид. Да, представьте. Да, он же там пошутил. Все понятно. Ему. Ну и славу. Соответственно, симптом или расстройство могут быть реактивированы в группе. Когда в группе создаются правильные паттерны взаимодействия. А когда такой человек приходит в новую группу, что он начинает включать на уровне подсознания? Правильно. Те паттерны поведения, которые сложились у него в семье. Он их всего лишь навсего повторяет. Вот человек, который боится группы и не общается с ней. Что он повторяет? Он повторяет свои взаимоотношения в родительской семье. Еще один момент. Каждый член группы показывает отклонение от нормы. А вместе они могут стать нормальными. И следующий термин, который предлагает Фолкс, это понятие групповой матрицы. Матрица – это гипотетическая сеть коммуникативных связей и отношений в конкретной группе. Ну, чтобы было понятно, вспоминайте наши психологические кружки. Так как они в этом году как-то у нас ввиду ковида практически… Матрица, это гипотетическая сеть коммуникативных связей и отношений в конкретной группе. Вот если вспомнить, допустим, психологические кружки, которых у нас, ну, много лет мы их проводили. И вот здесь очень важный момент, что там действительно мы видели, что эти коммуникативные связи устанавливались, эти отношения закреплялись, они имели некоторую серийность. В ряде случаев появлялись люди, которые приходили, они были новыми в группе. В ряде случаев люди исчезали на несколько времени, но все равно вот эта вот коммуникативная матрица сохранялась. Вот этот вот момент очень важен. Вот в сеть в эту, включены все в эту матрицу, включены все вербальные и невербальные контакты, включены все события, которые с человеком происходят. И, в принципе, аналитическая группа по Фолксу должна воссоздать ту матрицу, в которой развивалась личность. Уже развивая идею Фолкса, Робертс и Уинтер предложили доброкачественные и злокачественные матрицы. Доброкачественные и злокачественные матрицы. Но на самом деле, индивидуальную матрицу обычно формирует отдельный пациент или клиент, который пытается восстановить свое прошлое в актуальной группе. Сейчас к этому подойдем. Фолкс выделил три вида матриц. Три вида матриц. Первая матрица называется базовая. Базовая матрица определяется общим культурным и языковым контекстом и сетью взаимоотношений в обществе. То есть базовая матрица, можно так сказать, это государство, это СМИ, это язык или языки, на котором человек думает и разговаривает в своем социальном пространстве. И она нормальна, но стоит вам переехать, допустим, учиться в другую страну, в которой принято говорить не на привычном для вас языке, вот тут вы начинаете понимать, что там базовая матрица другая. Пока эта матрица для нас знакома, мы ее не осознаем, как не осознаем, что мы дышим воздухом. Потому что, само собой разумеется, что это так быть и должно. То же самое. Пока нет войны, считается, что все, что происходит, само собой разумеется. А вот когда общество находится в состоянии войны, оказывается, что, в принципе, это не всегда так. Опять же, это осознается только в неких противоречиях. А русские все в поговорках, что имеем не храним, потерявши плачем. Сюда же совершенно. Второй вариант матрицы называется динамическая матрица. Что это такое? Это некоторая гипотетическая коммуникационная сеть. То есть, отношения, которые начинают возникать в психотерапевтической группе. Дело в том, что каждый участник группы что-то в нее привносит. Даже если он несколько странный и непонятный, он все равно в нее привносит что-то свое и начинает выполнять определенную роль в этой группе. Другое дело. Если его не будет, кто-то другой подобной роли начнет выполнять. Но важно то, что вот эта динамическая матрица в любом случае присутствует. А то она и динамическая. То есть, она подвижна. Третий вариант матрицы – это личная матрица. А личная матрица включает в себя семейную сеть, которую человек привносит в группу. Когда пытается разыграть привычные для него взаимоотношения. То есть, вот смотрите, чем Фолкс интересен. Мы в группу привносим то, те отношения, которые у нас сложились в семье. На мой взгляд, это весьма-весьма интересная идея. Теперь. Групповой процесс Фолкс называет эго-тренинг в действии. Групповой процесс Фолкс называет эго-тренинг в действии. Вот в групповом процессе человек может больше понять свою внутреннюю суть, понять себя. И, соответственно, возвращаюсь к роли ведущего, к роли групп-аналитика, так называемого. Чем он занимается там? Во-первых, он выступает в ипостасе динамического администратора группы. И, во-вторых, выступает в качестве психотерапевта. В качестве психотерапевта поддерживает группу, проявляет заботу о создании безопасных условий общения в этой группе. Создает условия для некоторых процессов, которые можно будет идентифицировать для того, чтобы осознать их, как непродуктивные. Кстати, по поводу психологических кружков. У нас были в ряде случаев участники, которые были в некотором плане токсичны. И через несколько времени группа начинала их выравнивать, а в ряде случаев даже выталкивать. Было и такое. Но, как правило, она выравнивала участников группы, и постепенно они становились полноправными, полноценными участниками социального взаимодействия. То есть, это тоже важно. Смотрите, группа – это социальный организм. Значит, принципы групп анализа. Принципы групп анализа. Первый. Необходимо добиваться максимальной осознанности и постоянно расширяющейся коммуникации в группе. А для этого все, что происходит в группе, должно быть достаточно глубоко уяснено и отреагировано, отрефлексировано участниками группы. Второе. Групповой анализ включает в себя элементы и факторы классического психоанализа. Допустим, это анализ защитных механизмов, которые, в принципе, едины как в психоанализе, так и в группоанализе. Это эмоциональное отреагирование или катарсис. Это инсайт, ну, озарение, да, или буквально осознание ранее неосознанных каких-то сил внутренних. Это проработка. Проработка – это изменение актуальных отношений. Ну, и также Фолкс туда привносит социализацию. Ну, думаю, для вас этот термин очевиден. Самое главное – это то, что участник группы начинает переживать себя как часть этой группы. То есть, он начинает чувствовать свою принадлежность к этой группе. И также в этой группе начинает выделять такие феномены, как зависимость, независимость, изоляцию, которые обязательно начинают проявляться в общении. Еще один термин – это резонанс. Резонанс – это обмен участниками группы определенными переживаниями, интерес к каким-то общим темам. Это взаимоподдержка. Когда взаимоподдержка присутствует, тогда общение в группе происходит гораздо легче. Но это может быть и поляризация. Что такое поляризация? Сосуществование в группе противоположных составляющих. Фолкс пишет, что могут быть доэдиповы и эдиповы защитные механизмы. Ну, допустим, это автономия или зависимость. Автономия или зависимость. И вот важно, что в этой групповой матрице, которую предлагает Фолкс, личность развивается подобно нейрону в нервной системе. И поэтому часто как раз групповую матрицу он еще и называет групповая душа или групповая сеть. Это практически синоним. Соответственно, руководитель группы должен, с одной стороны, не следить за каждым человеком. Вот, когда будете преподавать, будете наверняка обращать внимание на общее состояние группы. Не на отдельного участника группы, а на общее состояние группы. В данном случае ведущий должен концентрироваться на общем межличностном поле, то есть на матрице, в которой все эти бессознательные реакции сталкиваются. Мы можем сказать, допустим, аудитория заинтересована, аудитория заинтригована, аудитория напряжена. Аудитория, допустим, слушателей, если мы говорим о студентах. Или мы можем говорить участники группы, участники тренинга. Вот это как раз и называется некое межличностное поле, некая матрица, в русле которой и надо себя вести. То есть не концентрировать свое внимание на отдельном участнике, а именно на всех. Поэтому руководитель должен сформировать культуру и традиции группы, объяснить, что такое разрушительные и саморазрушительные тенденции в поведении, и объяснить, как с ними можно справляться. И вот тут, смотрите, получается очень интересный эффект. С одной стороны участники группы работают с собственным бессознательным, а с другой стороны работают с коллективным бессознательным. То есть получается с одной стороны психоанализ, а с другой стороны юнгианское что-то дойдет, коллективное бессознательное. И вот в данном случае это тоже очень интересный момент. Вот терапевт должен драматизировать конфликты, настаивать на повторении каких-то важных тем. Он может показывать свои реальные эмоции. Как пишет Фолкс, ведущий или терапевт должен быть одновременно и дирижером, и первым слугой группы. И получается, что в группе одновременно развиваются два процесса. Два процесса. Это отношение человека с другими людьми и группой. Отношение человека с другими людьми и группой. И второе – урегулирование отношений группы и психотерапевта. Урегулирование отношений группы и психотерапевта. И вот здесь получается очень интересно, что фигура терапевта вообще-то в ряде случаев может представлять для участников фигуру, как вы думаете, кого, если мы берем детство, уровень детских переживаний. Молодцы, микрофоны выключены. Совершенно верно, конечно. Фигура родителя, да. Какого-то значимого родителя. То есть, в данном случае, считайте, ребенок начинает налаживать отношения с окружающим миром, с матерью, как с человеком, как с символом. А потом адаптируется уже к этой эдиповой ситуации. И постепенно начинает приспосабливаться к статусу, к функции отца, к значению отца. И для каждого участника группы терапевт должен выступить в роли родительской фигуры. Вот, допустим, если терапевт – женщина, то она должна использовать свое мужское начало, чтобы выполнить роль отца. То есть, она должна управлять агрессией, управлять инициативой. Женщина-терапевт должна проявлять больше мужских качеств, а мужчина-терапевт больше женских качеств. Да, женского начала имеется в виду. Чуткость, чувствительность, зависимость и так далее. И очень важно по Фолксу продвижение членов группы к взаимопониманию, которое будет происходить от уровня символов и от уровня фантазий до осознания смысла и значения. В принципе, Фолкс это приравнивал к тому, что происходит осознание вытесненного в бессознательное некоторых переживаний, некоторых событий, некоторых воспоминаний. Он выделил четыре уровня общения. Четыре уровня общения. Первый уровень называется уровень текущих событий. То есть, это рассказ о собственной жизненной ситуации, которая происходит здесь и теперь в группе. И в данном случае уровень текущих событий – это характер взаимоотношений человека в группе и с терапевтом. Как с авторитетной фигурой. Второй уровень называется уровень переноса. А уровень переноса рассматривается в свете взаимных переносов членов группы. Группа может представлять собой семью, членов семьи, допустим, братьев или сестер, братья и сестры. А психотерапевт может, соответственно, выступать в роли отца или матери. Это уровень переноса. Ну, а если мы возьмем, допустим, религиозную группу, то там, обратите внимание, абсолютно та же самая матрица на уровне переноса. Паства – это братья или сестры, а священник выступает в роли святого отца. Третий уровень – уровень телесных или психических образов. Дело в том, что здесь каждый участник отражает бессознательные элементы «я» своих партнеров. И традиционно этот уровень, ну, на языке психоанализа это называется перенос, да? На этом уровне участники переносят то, что в себе не принимают, на восприятие других участников группы. Это могут быть какие-то внутренние характеристики участников группы или их внешние особенности. Но при этом вся группа символизирует собой образ матери или образ тела. То есть, смотрите, с одной стороны ведущий может выступать в роли родителя, а с другой стороны группа может символизировать собой также материнский образ или образ тела матери. И, наконец, четвертое – это основной уровень, глубинный уровень. Иногда его называют первичный уровень. То есть, это уровень первичных образов по Фрейду или уровень архетипических некоторых образов коллективного бессознательного по Юнгу. Анатолий Анатольевич, добавьте, пожалуйста, полину, он не может отключиться. Ага. Так, получается, что люди приходят в группу, люди приходят в группу для того, чтобы решать свои проблемы. И очень важно, что в группе происходит эмоциональный обмен в разных сферах общения. А так как каждый человек в глубине души нуждается в переживании чувств, то как раз подобный обмен чувствами и общением в группе оказывается очень целебен для участников. Мало того, участники группы начинают обучаться строить отношения. Слушайте, ну тут тоже я могу провести, на мой взгляд, несколько, к сожалению, уместную, но не слишком уместную аналогию. Дом-2. Группа, ну не буду говорить, зоологи меня поймут. Вот в данном случае, а важнее немножко другое, да, группа некоторых персонажей обучается строить свои взаимоотношения. Похоже по фолсу? Да не сильно похоже, потому что там ведущий немножко другие функции выполняет. Но вот важно, что должно создаваться позитивное поле, позитивное эмоциональное поле по фолсу, которое будет питать положительными эмоциями каждого участника. И особенно это заметно по прошествии определенного времени, когда группа начинает постепенно реабилитировать человека. И, соответственно, какие же цели для участников психоаналитической группы можно выделить? Ну, первое. Научиться дифференцировать свои чувства, то есть осознавать свои чувства. Этому и в настоящее время к этому способны немногие люди, и немногие способны правильно понимать свои чувства и эмоции. Второе. Чувствовать и выражать любые чувства, как позитивные, так и негативные. Просто выражать их. Вот прочувствовать можно, а выразить бывает сложно. Третье. То, что у нас часто на телевидении сейчас не хватает, да и запроса на это нет, к сожалению. Это навык слушать, слышать и понимать других. Слушать, слышать и понимать других. Это понимать бессознательные мотивы, как собственные бессознательные мотивы, так и бессознательные мотивы других людей. Понимать свои мысли, чувства, поступки. Научиться изменять свои, ставшие неэффективными, способы взаимоотношений, поведения. Ну и тем самым, в принципе, помогать, расширять свои возможности в социуме. Ну и еще один момент, это научиться экспериментировать с новыми моделями поведения и жить, как Фолкс пишет, вкусно. То есть, разнообразно, красочно. Включать разную палитру красок, а не только черно-белый вариант. Ну вот, если вкратце по поводу Фолса. Вот то, что я хотел сказать. Теперь последнее по этой теме. Учитывая то, что я говорил, что психоанализ и группа анализ во многом повторяют друг друга, во многом нет. Надо все-таки об этом тоже сказать, чтобы у вас гештальт завершился в вашей голове. Вот в свое время Мария Раде писала, что по происхождению концепция группа анализа родная сестра индивидуального психоанализа. Но в сиблингах обычно происходит следующее. Кто-то начинает претендовать на более значимое место, а кто-то на менее значимое место. Мало того, между сиблингами, между братом и сестрой обычно происходят в ряде случаев притирки или конфликты. И вот это надо понимать. Вот здесь как раз эта аналогия, которую Мария Раде дала, мне очень нравится. Ну, сразу понятно, что, скорее всего, у нее тоже есть сиблинги, потому что ей это знакомо переживать. Итак, давайте все-таки сходство. Группа анализа и психоанализа. За их всего пять. Это немного. Совсем немного. Первое положение. В основе понимания личности, ее развития и ее расстройств лежит психоаналитическая теория. В основе понимания личности, ее развития и расстройств лежит психоаналитическая теория. Второе. И группа-анализ, и психоанализ нацелены на то, чтобы человек чувствовал хорошо себя в собственном теле, хорошо себя идентифицировал с точки зрения пола, своего пола имеется в виду, в отношениях с другими людьми, ну и был активным, творческим. Третье, что их роднит. Это объектом вмешательства психотерапевта является перенос, психологическая защита и сопротивление. Перенос, психологическая защита и сопротивление. Каким образом с ними работает? Четвертый пункт. В качестве вмешательства в обоих подходах наличествует интерпретация, а также техники, которые ее приближают или углубляют. Ну и пятое сходство – это то, что позиция терапевта заключается в том, что он становится объектом для переноса и объектом для интерпретации этого переноса. Объектом для переноса и его интерпретации. Различий побольше. Итак, различия. В группу анализов Фолкса ведущая роль отводится с правила свободных интеракций или такой свободно плавающей дискуссии. Что это такое? В любое время в группе вы можете высказать то, что вам пришло в голову, то, что вы чувствуете. И абсолютно не обязательно это должно соответствовать и быть понятно группе. Просто если хотите высказать какую-то мысль, говорите. Хотите что-то вспомнить, говорите. То есть вы говорите все, что вам приходит в голову. Независимо от того, приятно это, уместно ли для разговора, который сейчас в группе идет или нет. Вот это вот правило свободных интеракций. А в психоанализе свободная ассоциация – это немножко другое. Второе. Особенности переноса. Если в классическом психоанализе перенос – это все-таки перенос, который происходит от пациента к психоаналитику, то есть там один человек, ну и, соответственно, переносом могут быть ребенок, родитель, сиблинги или, допустим, бабушки, дедушки и так далее, то в групп-анализе перенос более сложный. То есть это перенос на участника группы, на всю группу в целом, или на определенные части группы или подгруппы. То есть здесь всю группу можно уподобить структуре семьи человека. И действительно, если мы вот так внимательно посмотрим на поведение человека в процессе тренинга, мы увидим, что он во многом начинает эту матрицу семейных взаимоотношений повторять. С кем-то пытаясь себя соединить, сблизиться, от кого-то отдалиться. Вот эта вот идея сопоставления группы с неким телом, с неким живым объектом, мне очень импонирует. Не знаю, как вам, но здесь очень много любопытных ассоциаций. Третье. Объектом воздействия в групп-анализе является индивид, группа или подгруппы, а в психоанализе только непосредственно пациент. Четвёртое различие. Субъектом интервенции в групп-анализе является не только терапевт, но и участники группы. Не только терапевт, но и участники группы. Пятое отличие. В групп-анализе появляются особые внутрегрупповые феномены, которые, в принципе, во взаимоотношениях пациент-психоаналитик не встречаются. Потому что в группе появляется несколько другое взаимодействие между участниками. Шестое отличие. Лечебное взаимодействие в групповой ситуации более оказывается приближенным к жизни, к реальной жизни. И здесь сразу можно увидеть внутреннюю психическую и внешнюю реальность, то есть характер взаимоотношений человека в социуме. А в психоанализе, в классическом, только можно это понять в процессе взаимодействия между пациентом и психоаналитиком. Ну и седьмое отличие, что в группоанализе очень важным фактором является эго-тренинг. Эго-тренинг-ин-экшн называется так. Эго-тренинг-ин-экшн. Если в психоанализе важно то, что с пациентом происходило в прошлом, то в группоанализе важным становится принцип «здесь и теперь», «здесь и сейчас». То есть вот основные, пожалуй, моменты по поводу сходства и различия. Психоанализа и группоанализа. Да, немножко можно уподобить. Допустим, двум таким школам, которые внешне по звучанию очень похожи. Да, смотрите, гештальт-психология и гештальт-терапия. Они отличаются. И вообще-то отличаются серьёзно, если внимательно посмотреть. Хотя название похоже. Ну, последнее, пожалуй. Какие моменты, какую книжку я бы здесь вам хотел порекомендовать. Запишите, пожалуйста, «Веллерт. Теоретические построения группового психоанализа». Теоретические построения группового психоанализа. Книжка называется «Групповой психоанализ» непосредственно. Вот эту главу в книжке я бы вам рекомендовал. Ну, и у Кеннадо и Робертса есть книжка, которая называется «Группоаналитическая психоанализа». Вот это то, что касается группового анализа или группоанализа.